Следующая остановка Тулон. Крейсер Москва снова в пути. Сегодня он покинул порт Лиссабон. Три дня, проведенные в португальской столице, были очень насыщенными. Официальные встречи, переговоры, знакомства с Португалией, экскурсии. И, конечно, демонстрация ракетного крейсера жителям страны. Три дня в Лиссабоне в репортаже нашего специального корреспондента Максим Дадонова. Всего три дня в Лиссабоне, но сколько сделано. В португальской столице проведен ряд встреч и консультаций. Кроме того, матросы и офицеры получили возможность немного отдохнуть после выполнения боевого задания. Сейчас мы с вами будем проезжать самую историческую зону Лиссабона. Называется Байша. Будем проезжать площадь Кумерсю. Водитель экскурсионного автобуса, представитель ВМС Португалии. Своеобразный жест дружбы. Для моряка дальнего плавания многие города так и остаются загадкой. Остановка и сразу дальше в путь. Тут все иначе будет, о чем близким рассказать. Они кидают монетки, чтобы вернуться. Уже с семьей. Это королевский дворец в Синтри. Старинная мебель, изразцы, убранство залов потрясает. Мы находимся в королевском дворце в центральном зале, который называется Гербовый зал. Здесь гербы всех королей и герцогов, которые жили в Португалии. Часами можно рассматривать, только время поджимает. На обратном пути в Севастополь каюты крейсера Москва, вероятно, помимо прочего, будут украшать красно-зеленые португальские флаги. Российским морякам они пришлись по душе. Интересно, что зеленый цвет здесь символизирует путешествие и открытие новых земель. Это курортное местечко Кашкайн. Впервые за долгое время моряки смотрят на океан не с борта корабля. Очень приятно. Вид красивый на море. Природа хорошая здесь. Впрочем, помимо природы, у нашей делегации вызвало интерес вилла на самом побережье. Принадлежит знаменитому футболисту Луишу Фигу. Уже местной достопримечательностью стала. В то время как группы российских моряков знакомились с Португалией, у причала Санта-Аполлония выстроилась километровая очередь. Все эти люди специально пришли с самого утра, чтобы во второй половине дня, в часы приема гостей, подняться на борт российского ракетного крейсера. Посетители разбиваются по группам и в сопровождении переводчика для них проводят небольшую экскурсию. Длина корабля 182 метра. Водозмещение 12,5 тысяч тонн. Противовоздушный и противокорабельный комплекс «Форд», знаменитая «Оса» и комплекс «Базальт». Гостям корабля рассказывают о его вооружении. За два дня на борт крейсера поднялось около трех тысяч жителей Португалии. Это очень впечатляющий корабль и своими размерами. Он просто огромный и техническим оснащением. Вживой я такого еще не видел. И вот даже детей взял с собой, чтобы они посмотрели, несмотря на очередь. Последние приготовления перед отплытием на пристани группа провожающих. Россия и Португалия договорились о более тесном сотрудничестве. Важный шаг в этом направлении будет сделан уже сегодня. Сейчас на переходе у нас будет небольшой отрезок совместного маневрирования, тренировка по связи. То есть первое совместное учение. Мостик-Убран звучит команда «Отдач Швартовы». Моряки прощаются с Лиссабоном. Москва уходит. По реке Тежу корабль выйдет в Атлантику, дальше Гибралтар. А уже через несколько дней Андреевский флаг будет развиваться во французском Тулоне. Это новые встречи, визиты и море впечатлений. Максим Дадонов, Александр Бадичевский и Станислав Беляев. Телеканал «Звезда» Лиссабон.